Всем привет! Сегодня поговорим о добавке, получаемой из листьев зеленого чая, которая имеет очень интересные свойства. Вы можете годами пить чаи и даже не догадываться, что вам так нравятся эффекты, которые оказывает именно л-тианин. Л-тианин это вещество, которое одновременно похоже на главный возбуждающий нейромедиатор в мозге глутамат и главный тормозящий ГМК. Эта двойственность вбирает в себя некоторые общие моменты этих медиаторов. Как работает л-тианин? Первое антистрессовое действие. Л-тианин в исследованиях улучшает общее самочувствие. Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование показало снижение частоты сердечных сокращений и активности симпатической нервной системы. То есть у испытуемых было действие не только на головной мозг, в виде успокоения антистрессового действия, но и на дыхание, кровообращение и пищеварение. Второе – наотропное действие. Л-тианин просто чудо-пилюля для людей, которым необходим спокойный здравый рассудок и высокая концентрация внимания. Пожалуй, самое известное действие л-тианина – это повышение альфа-активности в головном мозге. Но что это такое? Это состояние умиротворения легкости, но без вызывания сонливости. Об этом чуть подробнее попозже. Третье – снижение побочек стимуляторов. Есть данные, что при приеме с кофеином л-тианин сглаживает повышение давления и расширяет сосуды в головном мозге. При этом улучшаются именно интеллектуальные функции мозга. Так что если для вас именно кофеин как-то не очень работает, что вы чувствуете повышение давления и другие побочки, то в комбинации с л-тианином все будет отлично. Для защиты нервных клеток на примере болезни Паркинсона. Визуально болезнь Паркинсона видна в постоянных подергиваниях различных частей тела. Особенно это заметно у пожилых. Это происходит вследствие гибели двигательных нейронов. Л-тианин сильно мешает этому процессу через повышение нейротрофических факторов. В общем будет защищать нейроны. Курс л-тианина. За время написания статьи мне не попалось ни одного исследования, в котором бы говорилось о противопоказаниях и побочных эффектах даже при приеме детьми. Л-тианин это можно сказать выжимка из зеленого чая. Люди годами пьют зеленый чай каждый день. Следовательно эту добавку можно принимать хоть сколько угодно времени. Вопрос состоит в дозировках, они отличаются. Отличается и содержание л-тианина в самом чае. Так в зависимости от сорта чая и способа заваривания, на кружку объемом 200-250 мл получают от 8 до 40 мг л-тианина. Пусть в среднем будет 20 мг л-тианина на кружку зеленого чая. Исходя из этого, ежедневный прием до 50 мг этой добавки можно считать безопасным для постоянного приема. Что касается более высоких дозировок, то долгосрочных данных мало. Остановимся на рекомендациях в 50-100 мг в сутки если собираетесь принимать практически каждый день или до 400 мг если от случая к случаю. Эффекты л-тианина. Самое главное и ощутимое действие добавки проявляется в том самом повышении альфа активности в мозге. Вы станете спокойнее, но без потери внимательности. Что-то вроде чувства на рыбалке. С одной стороны вам нет нужды бегать и прыгать, да и не хочется. С другой постоянно следите за поплавком или другим маркером поклевки. Альфа активность предшествует бета активности. Бета активность же это уже когда имеются конкретные действия. Например вы не просто следите за поплавком, но и ответственно, внимательно перевязывайте снасти. С чем совмещать? Как уже стало понятно л-тианин сам по себе больше как релаксант и повышатель внимания. Но все меняется когда к нему добавляешь хотя бы кофеин в примерно идентичной дозировке. Скажем 200 мг тианина и 200-300 кофеина. При этой связке мы получаем все плюсы кофеина и снижаем его по бочке. Резко повышается концентрация внимания и продуктивность практически любой деятельности. Акцент идет уже именно на мозг. С л-тианином замечено снижение давления, частоты сердечных сокращений и расширение мозговых сосудов. А кофеин или любой другой стимулятор практически всегда все делает наоборот. В общем л-тианин плюс стимулятор равно смещение активности в мозг, а не тело. Итог. Биологически активные добавки почему-то считаются чем-то на уровне плацебо, хотя тот же кофеин тоже формально БАТ или добавка, а не лекарство. Попробуйте выпить литр энергетика и плацебо захватит вас с ног до головы. Л-тианин это действительно работающая добавка, к тому же довольно безопасная. Куча исследований, проверять можно сколько угодно. Это вещество скорее всего будет вторым в нашем небольшом магазинчике вслед за ДМА. Работает эта добавка через изменение активности мозга, ГМК-систему, защиту нейронов и расслабление нервной системы. Эффекты. Спокойствие, внимательность, легкость, снижение давления и пульса. Добавка полезна для повышения концентрации, когда кругом все движется и шумит и не получается сосредоточиться. Л-тианин здорово комбинируется с кофеином, существенно улучшая эффекты последнего и уменьшая побочки. Возможно и положительное действие с другими стимуляторами, так что с ними эффекты будут еще лучше. Что ж, спокойствие и внимание вам. До скорого! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...